Сегодняшняя тема. Синдром сухого глаза – это хроническое состояние поверхности роговицы, характеризующиеся стойкими симптомами раздражения или жжения. Слезная пленка имеет толщину от 2 до 5 микрометров и состоит из трех основных слоев – липид, водный раствор и муцин. Дефицит водного слоя является наиболее распространенной формой сухого глаза и часто вызван снижением секреции слез слезными железами. Сухой глаз, вызванный испарением, часто является вторичным по отношению к болезням и бомиевых желез и приводит к нарушению липидного слоя. При отсутствии лечения такие симптомы могут вызвать воспалительное поражение роговицы и конъюнктивы. Если вы регулярно ощущаете инородное тело в глазу, слезотечение сменяется сухостью, вас преследуют сжение и рези в глазах, чувствительность к электрическому освещению, обязательно обратитесь к врачу. Исследователи выделяют следующие факторы риска – 15 поразительных фактов о вашем здоровье, смотрите в нашей галерее. Существует несколько простых советов, чтобы облегчить дискомфорт от сухости в глазах. Первый из них – делать перерыв в работе за компьютером. Если такая возможность у вас есть, лучше совершите звонок по работе, смотря в окно. Или позвольте себе на несколько секунд закрыть глаза и дать им немного отдыха. В реальности большинство людей работает в очень высоком темпе без возможности взять тайм-аут. Но если такая свободная пара минут все же появились, обязательно воспользуйтесь ими. Частный случай – косметические маски, повязки с пропиткой и эффектом нагревания или охлаждения, доступные в специализированных магазинах. Лечение синдрома сухого глаза обычно включает назначение препаратов искусственной слезы, увлажнение в сочетании с противовоспалительными средствами для глаз. Важно помнить, что при синдроме сухого глаза капли, быстро снимающие красноту, могут навредить. Механизм их работы направлен на сужение сосудов, что может еще больше усугубить симптомы. В тяжелых случаях можно прибегнуть к оперативному вмешательству. Два главных метода – закупорка слезоотводящих путей при помощи специальных пробок. В слезные канальцы сначала ставят рассасывающиеся коллагеновые пробки, а затем заменяют их на силиконовые, и пластическая операция – слезные точки просто закрывают собственными тканями глаза. Целью обеих операций является задержка в глазу собственной слезы. Сегодня разрабатываются новые формы лечения синдрома сухого глаза, изменяющие основной процесс заболевания. К ним относятся использование циклоспорина А, аутологичной сыворотки и капель гиалуроната натрия, которые подавляют основное воспаление, обеспечивают факторы роста и предотвращают возникновение плоской метаплазии в эпителии глазной поверхности. В будущем новое слово в терапии заболевания, может быть, за гормональными препаратами, сейчас такая терапия активно исследуется. Источники, читайте также, покраснение глаз, почему оно появляется и как бороться как не пропустить симптомы глазных заболеваний 10 ложных аллергенов, которых вы боитесь зря смотрите наше видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...